Значит, я предлагаю сегодня поговорить о сравнении двух замечательных проектов. Один, который все осуществляется и не осуществляется, это Маглев, то есть магнитная левитация поезда. И новым проектом Элона Маска, который называется Гиперлуп. Значит, кто такой Элон Маск? Это наш известный старый предприниматель, который занимается стартапами. Знаменит он в первую очередь автомобилем Тесла на сегодняшний момент. Вторая у него Спайс-Х, это специальная частная космическая фирма, которая уже запускает, делает специальные ракеты, которые в запуск оказываются гораздо более дешевые, чем на российских, скажем. И в будущем она собирается полностью запускать все космические аппараты со своим участием. А шаттлы или тоже носители? Просто носители, пока носители. У него, значит, не реализованы до сих пор проекты, что все ступени, они как бы от ракеты, они как бы возвращаются потом именно на точку сброса. Они расходуются, как у нас. Вот, такова у него первоначальная идея. Значит, про автомобиль Тесла вы все знаете. Это полностью электрический автомобиль бизнес-класса. Чем он еще знаменит? Он знаменит тем, что он платежную систему PayPal когда-то придумал, не так давно, и ее продал за большие деньги. У него была еще одна какая-то компьютерная фирма, с которой он тоже порядка 300 миллионов долларов продал. Значит, еще раз я повторяю, он является прототипом, как говорят, известного железного человека из известного кинофильма. То есть инноватор, короче. Да, такой суперинноватор. Он берется только за глобальные проекты. Почему сейчас его картинка будет очень интересна? Потому что мы пытаемся чисто формально, плохо понимая техническую сторону дел, постараться предсказать, какой проект будет успешный, какой будет неуспешный. Сегодня я расскажу о проекте, который с формальной точки зрения выглядит как перспективный, и, скорее всего, он окажется успешным. Хотя все в моей душе и все, что я знаю, говорит, что такое, что, скорее всего, именно в этом проекте маска ждет провала, то есть в этом самом гиперлопе. Но с формальной точки зрения все хорошо. Мы знаем, что с формальной точки зрения любой настоящий проект, как ни странно, не должен предлагать какой-то существенного рода инновации, по крайней мере, больше одной. Инновации есть, но она носит какой-то своеобразный небольшой характер, такой небольшой. Я все вспоминаю, что у Переследина в одном из статей была история про то, что, как бы, ну такая полушуточная история, что разведчики англичанам заявили, что немцы собираются по нему ракету выпустить. Те сказали, ну это невозможно. А ракета, тем не менее, прилетела. Тут какая-то она не разорвалась, англичане начали ее испытывать, и видят то, что они предполагали. Какие-то лампы, какие-то рычаги. Но посередине этой вся этой вещи собраны провода куда-то, они идут к маленькой батарейке, они к большому аккумулятору тяжелому, как они думали. А на батарейке написано Energizer. В чем здесь состоит? В том, что один какой-то параметр доводится до какого-то совершенства, то есть там происходит скачок, и в результате у вас то, что раньше казалось невозможным, вдруг обретает новую жизнь. Вот, такова ситуация. И вот здесь тоже проект этого гиперлупа, оно то, что казалось раньше практически невозможным. Значит, в чем состоит, собственно, проект? Это проект высокоскоростного сообщения, пока что между Лос-Анджелесом и Франциско, это 550 километров. 550 километров соединяются длинным туннелем. В этом длинном туннеле откачивается воздух до одной тысячной атмосферы, приблизительно. Вот ваш туннель, в нем откачивается. То есть, в нем движутся поезда. Как пробки, да? Да. Но эти поезда движутся не таким способом, я тоже об этом скажу чуть позже, как обычно. То есть нету рельсов, нету шоссе, ни колес, ничего, ни магнитного поля, которое заставляет его левитировать. А ситуация, что здесь стоит высокоскоростной вентилятор. И этот высокоскоростной вентилятор, грубо говоря, гонит воздух под днище этого корабля или этой машины. И оно на узенькой воздушной подушке припадает дымать. Если там нет давления, откуда там воздух? Одна тысячная атмосфера. Ну, откуда там возьмется? Ну вот, ее тогда достаточно. Почему там достаточно? Да потому что он движется скоростью тысячи км в час. И вот так, где воздух очень даже плотно. А можно ли такой туннель сделать герметичный? Ну да, конечно. Это срубакул, что ли, герметичный? Значит, как он толкается, это тоже важный вопрос. Считается, что он первоначально на стартном участке обычным линейным линейным линейным. Выстреливается, разгоняется. А потом вот этот его пропеллер поддерживает его постоянную скорость. И здесь сидят люди в нем. Значит, вы затронете его где-то порядка полтора метра. То есть вот как раз сидящий человек. Вот так человек садится. Когда я об этом услышал, я небольшой специалист по ТРИЗО, по большому счету, кроме введения, я о ТРИЗИ ничего и не читал в ТРИЗИ. ТРИЗИ – это так называемая, созданная Альчсуллером, теория решения инновационных задач. Но там было одно из правил. Когда вы пытаетесь решить какую-то инновационную задачку, вы должны в первую очередь подумать, а что будет, если этот ваш предполагаемый аппарат сильно увеличить? И, с другой стороны, сильно уменьшить. Вот эта ситуация, она сильно уменьшит как раз. Потому что все почему-то до сих пор рассуждают в терминах реальных вагонов-поездов, которые ты должен гонять. А здесь речь идет о совершенно небольшом туннельчике. И это значит, туннельчик, он должен, в нем должны помещаться люди только сидя. То есть они не могут стать в этом помещении. А если затор? А? Затора нет, потому что он тебе как бы... За 500 километров герметичный трубы? Да. 500 километров герметичный трубы. А если сдвиг породы и труболопные трубы? Ну, это другое речь. Это тоже буду сейчас говорить. На сдвиг породы... На 500 километров, это как раз может чуть-чуть сдвинуться. Да, вполне. Два конца. Вполне. Это я вот сейчас об этом буду говорить. Как предлагается его пятак? За счет чего он будет пойти? Двигаться этот вентилятор? Да, за любимым маском этих литиевых аккумуляторов. Они в задней части ставятся. Они его вращают. Приехали, их заменяют на другие и поехали обратно. А почему его сделать не полностью до потолка, просто как буквально пробку? И воздух подавать во все стороны? Это непонятно. Это непонятно, как он предполагает. Это я просто так не сказал. Почему только понизу? А по всех сторонам? Знаете, почему я так сделал? Потому что это уже по-моему, это не имеет отношение к какому-то маску. То есть у нас возникает движение, так если она будет, то подъемная сила возникает. Это как я его нарисовал? Мне просто было бы если бы со всей стороной как пробка. Вот представляете, это как просто пробка. То есть вот такая штука. Да, пробка. Ну она, конечно, с носиком тут. Да, да, да. Ну это тоже можно, да. Во все стороны подается воздух. Почему нет? И получается она как бы от трубы, а со всех сторон отталкивается. Да, я вот нарисовал так, а когда я об этом первый раз услышал... Как снаряд. Потому что как снаряд он будет стоять в этом. И главное, никуда его не деться, не подпрыгнет, не деться. Главное сточивать, чтобы он перевернулся в процессе... Значит, да, теперь вопросы об этом. А что мне в этом проекте не нравится? Ну, в первую очередь, не нравится то, что действительно должна быть абсолютно прямой. То есть у тебя возникла какая-то рода проблема, там где-то порода сместилась или что-либо еще. Для тебя, людей сидящих в этой машине, она будет фатальной. Потому что больше тысячи километров в час ты ускоряешься всем этим. А остановишься ты будешь чем? Вот эти маленькие вентиляторы прям впереди? Нет. Вся идея состоит, что тебя выстрелили. А в конце как-то останавливается. Там тоже линейный этот ускоритель, который только тормозит. То есть у тебя есть... А почему луп? А? Луп, петля. А почему петля? Так зашел и обратно поехал. Не знаю. Гиперлуп. Вот. Так же линейным ускорителем сделается. Там тоже тормозится. Он его сделает. Тысячи километров в час. А там для человека разгон и торможения не будет ли человека? Да нет. Это все зависит от участка. Может он 10 километров в этот участок. Тормозить в смысле будет? Да. 10 километров будет. Там уже торможение, это перегрузка же будет? Ну, она небольшая будет. Но 10 километров в час. Не так много. У нас взлетает. Вот. Он утверждает, говорил, что стоимость билета будет 20 долларов. И сверху этой трубы, поскольку надо не пропадать в площади, а в Калифорнии светло, ставятся панели электрические. В результате он не только не потребляет энергию, он еще и отдает... Подожди, труба не под землей, что ли? Не под землей. Зачем она под землей? На воздухе, на эстакаде. Она получается очень маленькая и легкая, потому что эти кораблики, они не большие. А у вас не грана? Я думаю, что нет. Я думаю, что она непозрачная. Мне было прикольно лететь с такой скоростью и видеть еще... Ну, я боюсь, что когда ты будешь лететь с такой скоростью, то у тебя будет только в глазах это все будет... Да нет, ты же когда вдаль смотришь, у тебя в ней не так... Земля с огромной скоростью летит, но мы же не чувствуем, что она летит. Может быть, может быть. Ну, вот такая вот вещь. И действительно. Во-вторых, я не очень понимаю, как можно при помощи воздуха стабилизировать вот этот снаряд в этой капсуле. Представьте, что он одной из своих стенок касается стенки этого, а у тебя больше тысячи километров. Магнитную направляющую делать? А, так вот тогда нафиг тебе этот воздух. Тогда тебе нужен действительно магнитный поезд. Почему он напоминает? Вообще-то есть же на самом деле выделенное направление. То есть это силы к яготению. Может, как-то его использовать? Ну, это да, это гравитационная машина. Но не о том речь. На расстоянии, конечно. Нет, я вижу, можно использовать то, что есть выделенное направление именно на этой гравитации. Может, как-то их все-таки использовать? Ну, я думаю, что особо здесь у них выигрыша никакого не будет, потому что расстояние небольшое. Отличительная была гравитационная машина, когда ты, грубо говоря, земля у тебя круглая, да, ты прокапывал здесь туннель между ними, старый поезд, и запускал сюда этот поезд. И он подвезет гравитацию, ускоряется, ускоряется, а потом тихонько замерляется. Но здесь расстояние небольшое, поэтому ничего нет у вас издобиться. Вот. Гравитация для ориентации... Я имею в виду, что я устойчивости. Не знаю, как ты это сделаешь? Ну, потому что есть выделенное направление. И что? Если бы симметричное полное было... И что? За гравитацией мы работать не умеем. Мы умеем работать с магнитным поездом. Значит, чем он напоминает известный Маглева? То есть, на принципе, магнитная гравитация. Это когда поезд висит над дорогой на магнитных... На магнитных подушках. Либо постоянных, либо сверхпроводящих, используя эффект Мейснера, либо просто на обычных магнитах электрических. Такие проекты существовали в 60-х годов. Они... Есть реализованные. Есть реализованные такие проекты. А если трубу сделать не круглую, а квадратную? Зачем? Устойчивость будет. Ну, может быть. Но устойчивый, да, ему не повернуться. А если он коснется этой... Все равно, если он коснется... Со всех сторон же будет. Передней этой штукой... Передней коснется... Но если там что-то скривится, то, конечно... Да, он коснется хотя бы случайно. Он уже будет там колебаться, допустим, как-нибудь. Он коснется передней кромкой корпуса, стенки туннеля. И его там на такой скорости не заклинет так. Да там будет торможение такое бешеное. Там люди выживут, вообще говоря. Я не понимаю. Или там об этих стенках, какие бы ни были скользкие, да они тут, наверное, на такой скорости сточатся об одно остальное. А пока будет стачиваться, она нагреется. И у вас приезжают хорошо... Затринит, затринит. Да, может... Там поршень запринит. Да, может запринит. И у вас приезжают эти люди из Сан-Франциска, Лос-Анджелес. Во-первых, с полностью перебитыми костями. Во-вторых, хорошо приготовленные, зажаренные еще. Вот и все это результат. Поэтому я говорю, что мне этот проект особо не нравится. Но он удовлетворяет неким формальным правилам. Все, что он сделал, по большому счету, это взял тот же самый Моглев, но подумал, зачем мы будем менять магнитную подвеску, заменим магнитную подвеску, на воздушную подвеску. Но пневматика всегда дешевле. Да, пневматика всегда дешевле. Плюс у него появилось в распоряжении мощное орудие. Это аккумулятор высокой емкости, низкой цены. Утверждается, что эта капсула будет стоить всего лишь 200 тысяч. То есть практически по цене... Вспоминает, почему-то капсулу сметь. Да, вот эта капсула будет, эта летающая. Ну и разумеется, Путин считается, что будет между Сан-Франциско и Лос-Анджелесом занимать всего лишь полчаса. Так а выстрелить по одному человеку будет? Нет, там их несколько. По-моему, на сегодня у меня говорят и 20. Хотя я считаю, что если 20 человек будет раз в 2 минуты отправляться в такое путешествие, тут проект никогда не окупится. Поэтому, скорее всего, вынуждены будем пропускать значительно более длинные поезда. Знаешь, в этом есть какие-то фантастические фильмы, там лифт так устроен. То есть ты заходишь туда, и как бы тебя под воздействием принимать, и бычка куда-то выстреливает, а потом в другом месте как бы ловит. Да, 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 так и работаешь. Так и выходит, работаешь. Знаешь, документация, на самом деле, раньше же были такие... И сейчас есть. Да, тоже? Да. Именно пневматические. По многих сетевых операторах, выделы, там деньги так передают. Ну вот, то есть система такая работает, на самом деле. Ну она чисто пневматическая. И потому что там перегрузки несущественные, здесь это будет существенность, столько человек по силам отстреляет. Там, если там перегрузки, скажем, 10G, то там человек... Нет, там не будет никаких перегрузок. Сколько хотим, столько и ускоряемся. Было бы действительно интересно, чтобы это был некий поршень. Но поршень, он... Ну может, получится, не получится, не знаю. Нет, потому что ты говоришь про луп. А нельзя так сделать действительно, что он как поршень будет работать? Вот как работает это... Ну, условно говоря, есть последовательное количество каких-то вот этих колб, и они ходят, как вот... Колесо вращения вращается, последовательно. Ну, примерно так оно и будет. Только они там... Только они... Зарядить... На большой скорости угружают народ, потом медленно разворачиваются, заменяя при этом аккумуляторы. Заменили аккумуляторы, и по этой левой стороне... Да, и на другой стороне. И просто такая чередность, как метро, да? Да, 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 да. И при них. Ну, плюс она получается достаточно дешевая, потому что диаметр небольшой. И масса этой всей этой конструкции очень низкая получается. Вот. А с этими... Ну что, это большая скорость, на самом деле, народ-то, конечно, будет немного... Значит, у китайцев по поводу Моглева к 20-му году они собираются сделать вот с такой же скоростью тысячи километров канальный Моглев. У них Моглев на сегодняшний день в Шанхае работает, между аэропортом и, собственно, Шанхаем. Вот. Они на нем народ катают. И вроде бы высокий уровень расхода электроэнергии происходит. Трудно, правда, сказать. Но вот они единственные, кто по-настоящему эксплуатирует в качестве пассажирского транспорта линию Моглева. Ну, не все опять сводится к вагону. Вот видите, вот здесь этот тризовский принцип. Они подумают лишь, что сгибуют, если она меньше или больше. А ведь на самом деле, я зашел, мне всего лишь достаточно сесть, как в автомобиле. В автомобиле же не стою. Сесть и полчаса сижу. Вот я вот это, получается, действительно очень компактный аппарат. Не вагон с тремя-четырьмя метрами высоты, а чего-либо еще. Мало металла, весь он дешевый, и он туда вот таким образом рвется. Но металл-то не даром делается. Там 20-кратная прошедшаяся. Скорее всего, здесь будет совсем металла не будет. Здесь будет что-то значительно более лучшее. То есть, например, в случае минимальной какой-то ошибки или повреждения будут какие-то фатальные последствия. Нет, но если они будут сделать его из карбона, допустим, беседа, так не даром. Нет, просто в метро такая прочность, что даже если будет столкновение с ход поезда, ничего не случится. Нет, там очень даже случается. Но вот я тебе, представьте себе, здесь скорость несомнимая с метрополитеном. Это вот и не 60 км в час. Это больше тысячи. Ну, представьте, если уменьшить МАССу, да, там, как бы ты говоришь, что там все будет сидеть. Да. Поэтому очень интересно. С моей точки зрения этот проект неудачен. Но с точки зрения некой абстрактной теории инновации он должен быть успешен. Но МАСС уже давно не берется за мелкие проекты. То есть, может быть, не воздухом, а водой? Ну, какой водой? У тебя сопротивление будет большое. Пусть все. Ну, как плавают? В воде же плавают. Зачем в Маклеве канальные делают, а двуокручивают? Потому что сопротивление тебе надо уменьшить. А если вот качаешь уменьшить сопротивление, то вот этот такой транспорт он должен быть гораздо дешевле, чем самолет. Почему? Потому что, когда самолет летит, он тратит много энергии на сопротивление воздуха. А здесь у тебя, получается, это давление соответствует власти над уровнем моря 50 км. То есть, он движется практически вакууме. Но вакуум нечистый, что-то остается, и за счет этого у тебя... То есть, принцип не насоса, получается, а другой. Да. У тебя получается, что есть все-таки какое-то количество воздуха, чтобы создать вот эту прослойку, чтобы приподнять его, что ли. Как они говорят, это аэрохоккей, который у нас в развлекательных центрах существует, в который мы все играли. Такой и такой же принцип. То есть, он отказывается от всех этих сложностей. У него всегда в чем... А между прочим, если сделать туннели не в точь-в-точь, как пробка, а немного шире, тогда даже если будет неровность, он же неровность просто точно так же увидит и объедет. Ну, в смысле, он же будет на воздушной подушке, но и еще... Ну, он ее не заметит, да. То есть, он ее проскочит. И все. Проскочит. Может быть, может быть, может быть. Но воздушная подушка, блин, не знаю. Надо считать. Тогда туннель достаточно широкий делать, чтобы был воздушный подушк. Ну, он шире должен быть. Он реально должен быть. Да, существенно шире должен быть. Там же в этом ваерах какие, там несколько миллиметров? Нет, он будет на миллиметров двигаться, но для того, чтобы в случае объезжать неровности, там какие-то шероховатости... Ну, боюсь, что при нем мы заработаем тоже самое, тоже террористическую опасность. Какой-нибудь смертник залезет туда, пачка динамита, взорвет это дело, и все. Это правда, но это... А еще проблема стоит, что у тебя что-то произошло, а у тебя уже несколько обстоятельств в пути. А как ты их будешь тормозить, чем ты их будешь ловить? Должны быть перехватывающие пункты в виде этих магнитных полей. Если что, там от одного до другого, скажем, сделать километр. И там перехватывать двух... Магнитное поле резко подал, и он мог в магнитном поле тормозить. Ну, километры магнитного поля, в котором он тормозит. Да. Нам придется как бы такую ставить, ловушки ставить, чтобы ловить капсулы. Ну, может быть, потому что все это очень сильно. Но я говорю, что его прелесть стоит такая же, как и у маглевы, что экономить большое количество энергии. Вот это странно, потому что все маглевы, которые знают пока, они все построены на магнитной подушке, но они все идут в атмосферу. Принцип примитивный, как всегда, перетаскивает... Да, как у всех нового маска. Тело перетаскивает, видишь? А на самом деле, может быть, как-то, все-таки, когда мы, допустим, общаемся в интернете, мы перетаскиваем не тело, а перетаскиваем, как бы, ну, свои сообщения, там, да, там... Ну, это другое дело. Ну, вот опять же, перетаскивать зачем-то тело. Ну, зачем-то нужно. У тебя одна агломерация 3 миллионов человек, вторая агломерация 15 миллионов человек, и чтобы быстро народ перекидывать с одной точки в другой. Не пора ли уже придумывать, как себе танцов перекидывать, как вот этот фильм показывает, из тела в тело, или там, как бы, придумать эти... Ну, это ты при встрече с Элленом Маском, ты ему это предложишь. Не, или как-то придумываешь. Можно занимать только глобальными проектами. Как это называется-то? Телепорт этот зашел, как бы, а в другом перенетел. Ну, здесь практически то же самое. Полчаса, это немного, между ними. Полчаса-то полчаса, но все равно тело где-то движется, где-то полчаса, и... То есть, это порядка, порядка ссор. Да, почему вот скоростная... Железнодорожное сообщение не подходит. А потому что, если поезд движется с большой скоростью, скажем, 300-400 км в час, то его колесная пара, то есть колеса, быстро приходит в негодность. Их постоянно нужно менять. Ну, ты же говоришь, что магнитные подушки есть. Почему не магнитные? Магнитные подушки чего-то не пошло, я твердо не знаю. Магнитные там безопасность есть, в любой момент затормозить. Да, да. Потом увеличили скорость, уменьшают скорость. То есть, там полное управление. Здесь мы стреляли. Хотя, если точно такие же, да. Ты только тобой выстрелили, и ты, как бы, все... Ну, а тут точно так же, с длинейным двигателем есть и магнитные вещи, что тоже его разгоняют, а потом только, грубо говоря... Ладно, да? Где это инновационное, в чем? А? В чем инновационность идеи? В чем инновационность идеи? Инновационность идеи только в том, что все старое и хорошо известно, человек взял, соединил в одном проекте. Да, кстати, а как ты говоришь, будут достигать такой разреженности, атмосфер? Вентилятор, взял, качал воздух, и все. Ну, а это щели, там, трещины, на каких-то расстояниях, правда? Да нет, это все решается. А? Все решается. У тебя вентилятор будет постоянно действующий. Как вот... Нет, родилось. Понятно, что можно выкачать воздух. Почему? 20 человек пропускать между этими самыми родами. Эти 20 человек проще... Каждые 2 минуты. ...сесть на самолеты полететь. Ну, самолет не проходит. В этом время самолеты недостаток, что он находится далеко от центра. Ну, у нас от этого самого, от Питера до Финляндии, Олегра летает, и без проблем. И чего? Он с какой-нибудь скоростью летает. Какая разница с какой-нибудь скоростью? Он медленно летает. Прис-плюс 10 минут, проблем не решает. Он очень медленно. Почему не 10 минут? Речь не идет на 10 минут. И инновационности нет. Я не вижу здесь инновационность никакой. Я в этом вижу плюс. Чем люди привлекаются? Скоростью высокой. Высокой скоростью. С себя собой выстроить. С высокой скоростью и низкой свечей. Это огромный риск. Люди на это не пойдут. Ну, это кто? 20 человек-то найдется. Нет, ну на самолетах тоже огромный риск. Вы как 20 человек. Я же говорю, тебе 20 человек, которые... На самолетах не меньший риск, наверное, и даже, может, больший. Так что люди же все-таки летают. Так что это все про... Проблем привыкания. Риска на самолет очень мало. А здесь... Нет, ну когда он начинался, точно так же все было. Так же было рискованно. Тем не менее, этот транспорт разный. Я же говорю, я не вижу инновационности. Не вижу зачем. Для чего это? Ну, Игорь, просто предлагает, я так понимаю, в Петербурге лук сделать. Ну, это было бы хорошо. А Петербург и Москва бы стрелилось? Да, я бы сто раз... Да, он сам готов к собой первому стрелить. Да, я понятно. Слушайте, нет, у нас любой инновационный проект в России невозможен. Вы что? Да почему? Россия, это же... Родина слонов. Нет, это же родина Кулиби. Это... Я не знаю, там... Иван Иванушки-дурачка, наверное, печи. А Илья Мурмес, это же... Это же гиганты. Нет, нет, нет. У нас, да, это гиганты. У нас при нынешней нашей сформировавшейся элите, которая, в общем-то, будет править страной... А Прохор, вот сейчас Йомобиль-2. Ну ладно, что издеваться-то надо? Нет, Йомобиль-2-то возможно же? Ну, три возможно, сразу же. Нет, ну ты смотри, был ВЭП-2.0, ВЭП-3.0, СЮомобиль-2.0, а тут 3.0. Да, и Прохоров-3.0, да, на 20 метров выше, и на 10 килограммов легче, да. Ну, это понятно. Ну, да, просто интересно посмотреть на эту проблему с точки зрения урбанистики. Решает ли она что-то в урбанистике? Ну, мой результат, ответ примерно такой же, как у Овы. Ничего не решает. Да нет, на самом деле, скорости слишком большие нам такие. Это на больших расстояниях важно. Да. Это, как бы, скорее, знаешь, межгород. Межгород, конечно, межгород. Потому что внутри города, во-первых, не проложишь ты такую безопасную. Где ты проложишь? Сверху не проложишь, а под землей опасно, наверное. Сверху предлагают, да, сверху. А как ты? Ну, просто, вот сейчас один из проектов, который существовал, там у них есть какое-то шоссе, и ты практически над шоссе его прокладываешь. Не, может, на самом деле, знаешь, что придумать? Скоростные лифты подобные. Зачем? Ну, а небоскреб, скоростной лифт. Ничего. Да, не тысячи километров. Да, ну, не, не имеет смысла, потому что ты все время борешься в силу этой гравитации. Чем ты будешь ей бороться-то? А здесь ты не будешь в ничего, я же тебе повторяю, что он здесь устроен таким образом, что она работы не совершает. У тебя нет проклятия поездов, то есть силы трения. И нет проклятия самолетов и всех прочих, то есть силы сопротивления воздуха. Нету ничего у этого, ни автомобиля. Когда мы, например, едем на моем автомобиле 10 км в час, то там почти все мощи расходуются на преодоление силы сопротивления воздуха. То есть все 150 лошадиных сил у меня трудятся на то, чтобы преодолеть воздух. Ну, не только вращать всякие детали, тоже там есть. Нет, это невелико, все в воздух. 95-95. Это ничтожно. Это когда ты едешь на 100 км в час. А почему это связано? Потому что расходовая мощность, я могу тебе сказать, она по селу сопротивления воздуха, то есть расходовая мощность, чтобы преодолевать силу сопротивления воздуха, она как скорость в кубе. Ну, да, 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 обязательно. То есть сила, сила как в квадрате, мощность, соответственно, в кубе возникает. А здесь как бы у тебя сопротивление здесь в тебя ничтожно. У тебя 1-тысячная атмосфера. Трение, качение там колеса. Да, 1-тысячная атмосфера, да. Проблема в том, что в наш век информатизации, телефонизации, интернализации человеку не нужно никуда перемещаться. Смысл ему ехать из одного города. Ну, есть. Смысл есть, да. Пусть ехать из одного города другой за полчаса. Практика состоит в том, что, скажем... Потрачу я час на это. Народ постоянно ездит. Тем не менее, народ постоянно ездит. Нет, есть бизнесвены все-таки, есть какие-то курьеры, ты же понимаешь, почта есть, службы какие-то есть, типа скорой помощи. Да, он еще поэтому предлагает даже грузы перевозить. Он говорит, что это настолько дешево. Вот нужно вообще просто грузы перевозить. Это не опасно, даже если он там где-то застрянет, не страшно. И даже там все перегрузки-то, ну а что? Ну да, потому что здесь получается за счет того, что ты откачиваешь воздух, у тебя получается очень дешево. Грузы еще тоже. Плюс, может быть, больные тела, допустим, человек болен, ему срочная операция требуется. Ну, в таких скоростях. Ну, приедет, а уже жаль. Уже здоровый. Он поймет, что из-за болезни стоит. Ну, она, теоретически, я вот не знаю, как вот с этим с вентилятором, который у меня впервые стоит. Не, ну это, наверное, технически решаемый вопрос. Просто, на самом деле, немножко с безопасностью и труба... То есть, инновационность, то сказать, припал, это понятно, это принципиально другой способ оплаты, там, взаимодействия, это понятно. Да, припал стартажный. Что у меня Тесла, это электрические автомобили, это тоже, в общем-то, инновационное решение. Ну, не как электрические автомобили. У него единственная инновация, о которой я говорил, это то, что они ухитряются, вы заряжаете за 25 минут. Вот и все. Это его инновация реальная. Больше нет инноваций. Электрические автомобили куча. Нет, смотри, если это ведут все-таки, потом на базе опыта, построенного вот этого туннеля, можно будет придумать что-то новое. То есть, по тем маленькими шагами. Потому что, если это осуществимо, то в процессе осуществления его какие-то... Но меня вот до сих пор смущает, почему он не появился до сих пор у канального Маглева? Почему не появился? То же самое принцип. Ты вешаешь на магнитную подушку, откачиваешь воздух, и он в этом едет спокойно. Вот американцы, китайцы, к 20-му году собирали запустить его в канале. Тысяча километров в час. Технические сложности, видимо, останавливают. Надеет ли. То есть, все-таки откачать воздух и герметичность трубы поддерживать. Но если из стекла, то делать трубу только. Стекло-то не входит, делал герметично. Ну, а разобьется. Но сейчас же стекла же есть и супер... Да нет, герметично что сделают, ты что? У тебя самая камера, эта капсула должна быть герметичной. Сейчас стекла же, Володька же делают, не вьющимися. Для обеспечения людей, воздух должен быть внутри самой капсуры. Но если там движение полчаса, то там... Да, 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 воздух самой капсуры. Да, хватит. Соответственно... Да, при этом кислородной маске одевать. Да, там будет выпрыгивать, наверное, кислородная маска при керметизации. Верманцы будут говориться, что так как вас не остановить, Молитесь, молитесь. Попрощайтесь с вашими родными. Все это быстро. Люди живут быстро, за полчаса у них все происходит. Все им тоже сказали, что вы вовращались. Грузы, да. Грузы, это, наверное, актуально передача. Ну как, на самом деле, это же и сейчас работает, ты сам говоришь. Ну, по крайней мере, в фильмах я видел, там, герметичные трубы, там, закладывают туда капсулу. И там, типа, чисто пневматика, и выстрелили... Ну, там пневматика, это пневматика, и скорость маленькая. В любой уголок этого... А здесь у тебя, в том, что делать, ты, да, полимически в вакууме движешься. То есть, поэтому у тебя силы сопротивления ничтожны, поэтому скорости такие бешеные. Нет, надо на самом деле это везти между Петербургом и Москвой. Ну, блин, это, конечно, было бы хорошо везти. Вы могли бы на семинар летать в Москву, как бы, и, наоборот, из Москвичей могли бы к нам. Нет, там было бы очень просто. Приезжаешь в Москву на, скажем, на площадь трех вокзалов, и за полчаса из Петербурга, а потом, значит, в общей толпе народа, скажем, 40 минут идешь до ближайшей станции земли до метро. Или стоишь в пробке еще 40 минут. То есть, вот такая вот вещь. Нет, надо, чтобы выстрелил там, где надо, как в метро. А, задаешь? Да, ну, к сожалению, эта система... Система не позволяет нас в сегодняшний день разветвлять движение. Так было бы интересно. Ты хоп, а так... Как в метро нажал там... Нет, ты бы заказал автобус, типа, капсула идет до туда и до. А это туда, а это до сюда. Они там где-то развязываются. А почему не может развязываться? Ну, пока сложно технологически. Ну, где-то ночью идет, это перегородка или еще? Ну, парень там говорит, что к 17-му году сделает. Я что-то не верю. Ну, парень-то, да, железный человек. Что с ним сделаешь? Между прочим, с 71-го года рождения, мы начали мне на год. Надо было в Америке родиться, может быть, или ты как-то? Нет, слушай, он родился в ЮАР. Ага. Он родился в Приттории, ЮАР. Значит, остается ему только позавидовать. Он отправился в Канаду, а приехал, ну, язык, по крайней мере, у них был общий. Приехал потом в Канаду, и из Канады уже оказался в Америке. Что-то я смотрю, этот Стив Джобс тоже был какой-то там, Химон Арабом был. Персом были бы. Так он американцем был, вы начали? Ну, американцем, да, его усыновили. Он был усыновлен какой-то там семьей. И вот. Ну, теперь, раньше говорили о маске, как о Стиве Джобсе 2.0, а теперь говорят, что это, что Стив Джобс, на самом деле, всего лишь прототип, прототип для маска. То есть, маска 1, а это, не достойный прототип такой, бета-версия, это был Стив Джобс. Может быть, обычно, бета-версия – это пародия, а это все-таки не бета-версия. Нет, бета-версия – это экспериментальный вариант обычно, бета-версия. Ну, там, берут, есть испытания, предварительные бета-версии. Так вот, Стив Джобс – это бета-версия Илона, или Лона в масках. Ну, в общем, все. Мы поговорили об этом. Значит, проверим. Проверим. То есть, с формальной точки зрения, проект должен удастся. С моей точки зрения, нет.